Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, новая неделя, новые возможности. На повестке экономического календаря, если сейчас зацепиться за самые важные стоящие релизы. Будут данные по индексам активности в сфере услуг основных стран ЕС и еврозоны в целом. Это статистика сегодняшнего дня. Но я предлагаю больше даже обратить внимание на составной индекс, который сразу объединяет и активности в сфере услуг и в промышленном секторе, чтобы получить более-менее объективное представление о том, как складывается ситуация в европейской экономике. Учитывая то, что мы постоянно набрасываем тень на эту экономику и говорим о сохраняющихся рисках рецессий. Конечно же, такого рода отчеты, они могут помочь нам разобраться в том, как обстоят дела на самом деле. Эту статистику обязательно игнорировать нельзя, тем более, что евро остается в фокусе нашего внимания. Далее, в четверг нас ждут данные по торговому балансу Китая. Напомню, что некоторое время назад мы снова засомневались в стабильных, уверенных темпах роста китайской экономики. И поэтому сделали шаг назад и решили, что Китай без каких-то дополнительных, действительно объективных показателей экономического роста будет скорее тормозить восстановление нефтяного рынка, потому что китайская экономика, ее состояние напрямую влияет на показатели спроса на углеводороды. Поэтому одной из основных причин, почему ранее мы уже поставили на снижение цен на нефть, это недостаточные темпы роста китайской экономики. И, соответственно, не такие солидные показатели потребления, как были некоторое время назад. В четверг также состоит заседание Банка Англии. Если вы помните, друзья, на прошлой неделе у нас был явно дефицит макроэкономических отчетов из Англии, но эта неделя слегка и компенсирует этот недостаток, потому что в четверг нас ожидает заседание Банка Англии, прогнозы по экономическому росту, по инфляции и в пятницу еще, как десерт вообще всей недели по британской экономике и статистике. Еще выйдут данные по ВВП Англии и промышленному производству. Я уверен, что эти отчеты точно станут стоящим драйвером для движения британской валюты, поскольку я скептик все-таки в отношении фунта, а также, как и других рисковых инструментов, рассчитываю на то, что этот фундаментальный фонд сможет усилить давление на фунт. И в пятницу еще также выйдет отчет по рынку труда Канады. За парой доллар-канадец мы наблюдаем, за канадским долларом в особенности. Много уже сигналов того, что Банк Канады готовится к смягчению монетарной политики в июне. И предстоящий отчет по рынку труда может усилить уверенность трейдеров, потому что, по прогнозам, рынок труда очень сильно разочарует. Уровень безработицы может вырасти с 6,1 до 6,2%. И на фоне все еще продолжающегося прогресса снижения инфляции, я думаю, что Банк Канады действительно созреет на вот это решение по смягчению экономической политики буквально через месяц. И по-прежнему ориентируюсь на то, что пара доллар-канадец – это очень недооцененный инструмент в плане роста, который все еще сохраняет потенциал движения в районе отметки 1.39 или даже 1.40. Ну а теперь давайте по порядку. Индекс доллара 105.04. Текущие котировки максимум прошлой недели 106.36. Я бы уже поверил, что вот он, как раз тот самый необходимый импульс роста для американского доллара, который поможет ему уверенно закрепиться выше планки 106 и потом уже настроиться на движение выше. Но среды настроения изменились, когда стоял заседание американского регулятора, и в пятницу вот эти вот разочаровывающие отчеты по рынку труда как раз усилили, упрочили позиции продавцов, поэтому американская валюта отступила до 105. Если чуть-чуть глубже копнуть и опять же вспомнить даже итоги заседания американского регулятора. Шестой раз подряд ставку оставили на прежнем уровне 5,5% представителей Федрезерва. Но если пробежаться по основным тезисам, то уверен, вы помните, друзья, то, что ни один тезис, который был сделан представителем американского регулятора, не приблизил нас к тому, что или не позволил, или не заставил нас сделать вывод о том, что американский регулятор может пойти на смягчение экономической политики раньше, чем мы полагали до этого. То есть были озвучены те же самые тезисы, к которым мы уже привыкли, о том, что экономическая неопределенность сохраняется, риски остаются повышенными, инфляция стабильно растет и нет гарантий и уверенности в том, что инвестпотребительские цены стабилизируются в скором времени вблизи целевого значения в 2%. То, что выжидательная позиция, тактика, статус-кво как угодно может назвать или бездействие по-другому американского регулятора, это сейчас лучшее решение, потому что текущий уровень ставок соответствует так называемому необходимому ограничительному уровню для того, чтобы сдерживать еще больше восстановления и еще больше рост потребительских цен. И после заседания Федрезерва, опять же, мы обратили внимание на инструмент Федового чтула и убедились в том, что перспектива смягчения экономической политики, она была смещена в лучшем случае на сентябрь. Но я думаю, что даже в сентябре американский регулятор не пойдет на это решение. В пятницу вышли данные по рынку труда США. Но тут уже не будем как бы отрицать тот факт, что статистика очень сильно разочаровала, поскольку количество новых рабочих мест, 175 тысяч, прогноз предполагал рост на 243 тысячи. Уровень заработки вырос с 3,8 до 3,9%. Средний темп просто зарплат, здесь тоже снижение с 4,1 до 3,9%. И это важный компонент, потому что более низкие заработные платы, они действительно могут создать предпосылки для более низкого потребления и в конечном счете привести к снижению потребительских цен. Ну, это в идеальной картине мира. Очень сильно разочаровал отчет АСМ в сфере услуг. Я не сомневался в том, что индекс окажется в зоне роста и сможет компенсировать спад промышленного сектора, но и индекс в сфере услуг в прошлом месяце оказался на территории спада. Фактическое снижение показателя с 51,4 до 49,4%. Теперь снова важно обратить внимание на то, как изменилось после выхода этой статистики вероятность смягчения американской монетарной политики. Смотрим на июньское заседание. Мы ранее ориентировались как раз на него, потому что считали, что решительность Федрезерва может быть проявлена в этом периоде. Вероятность снижения ставки в июне составляет 7 или 8%, то есть ничтожно, мало. Что в сентябре? В сентябре вероятность снижения ставки оценивается в 48%, то есть по-прежнему ниже 50%. И выйдет еще один отчет по инфляции буквально через неделю, где, я думаю, мы увидим очередной прирост показателя, и все вернется на округи своя, когда мы будем говорить о том, что вероятность смягчения политики едет уже на конец этого года. В общем, меня не убедила эта статистика и вообще тот фон, который сложился, и даже реакция доллара на пьяничные данные по информперл, что нужно отказываться от длинных позиций и почему-то начать верить в то, что ФРС начнет смягчать политику раньше, чем позже. Я сохраняю свои ожидания по росту доллара и по-прежнему ориентируюсь на движение этого актива выше 106 пунктов. Золото 1308 долларов за тройскую консуль, сентимент все еще не меняется, даже несмотря на выход отчета Non-Farm Paralse. Примерно 50 на 50 распределения покупателей и продавцов, поэтому бездействуем. Евро против доллара 1,0760. Здесь прогноз на дальнейшее снижение. Из обновленного новостного фона стоит выделить комментарии члена Совета управляющих Европейского Центрального Банка Сторнареса, который также еще уславляет Центральный Банк Греции, потому что ЕЦБ снизит ставку в этом году трижды и первый раз снизит ее в июне. Точно такую же позицию озвучил главный экономист Европейского Центрального Банка Филипп Лейн. В общем, нас подготовили со всех сторон к тому, что ЕЦБ не будет тянуть резину и смягчит экономическую политику в июне. Поэтому на контрасте, на расхождении курсов монетарных политик ЕЦБ и ФРС я все еще уверен в том, что евро останется аутсайдером. По британской валюте я ожидаю снижение в рамках этой недели ниже отметки 1,25. Организация экономического сотрудничества и развития, объединение, подтвердила, что британскую экономику в этом году ожидают самые низкие показатели по ОВП, но, может быть, исключение будет еще Германия и самые высокие показатели по инфляции. Мы понимаем то, что Банк Англии сейчас на распутье из-за значительного замедления экономического роста, скорее всего, нужно стимулировать экономику, каким образом осмягчая экономическую политику. Поэтому рассчитывая на то, что Банк Англии примкнет к другим регуляторам, в июне тоже ослабит или снизит ключевую процентную ставку. Доллар-канадец уже сказал то, что ориентируемся на движение выше и ожидаем слабый отчет по рынку труда в пятницу. Доллар-иена 153.95, снижение почти на 700 пунктов с максимумом, который был протестирован в начале прошлой недели. Ожидается то, что Банк Японии продолжит вмешиваться в текущую ситуацию и не даст сильно дальше ослабнуть японской иене. Я об этом предупреждал, поэтому ждем снижение пары ниже отметки 150. И рынок нефти 83.20, ожидания теста Планки 80 все еще актуальны. Факторы давления на котировки нефти, продолжающиеся переговоры в Каире между представителями Хамаса и Израиль. Данные по рынку труда в США это негативный фактор, который может привести к замедлению темпов экономического роста. Но мы знаем, насколько рынок чувствительен к плохой статистике США. Все тут же начинают говорить о неизбежном падении спроса. Я также на этой неделе ожидаю увеличения запасов нефти США, что может стать дополнительным триггером снижения котировок бренда в районе 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии и недели. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok